Эпидермис Верхний слой теряет свои составляющие, чешуйками, отдельными фрагментами и постепенно обновляется. На смену с как бы убранным, с несеным что ли, клеткам приходят снизу новые. Процесс поднимания клеток с нижнего слоя на верхний, постепенного их отмирания, ороговения, носит название эксфолиации. То есть обновление клеток на нашей коже. В косметологии есть такая процедура, называется пилинг. Это одна из самых популярных, самых известных процедур. В ее процессе очищается наша кожа достаточно глубоко и снимается некоторая часть эпидермиса. Для чего это делается? Снятие части эпидермиса способствует ускорению процесса эксфолиации, то есть поднятия клеток на смену. Тем самым оживляются наши процессы обменные в коже. Наша кожа как бы становится моложе, более гладкой, более нежной. То есть процедура имеет очень хороший косметологический эффект. Есть пилинги разной интенсивности, начиная от сугубо специальных, которые выполняются только квалифицированными специалистами и в условиях салона. Это пилинги химические, пилинги специальными абразивами. Есть пилинг, который можно производить в домашних условиях. Такого рода пилинги производятся специальными кремами, так называемыми скрабами или пилинг-кремами. Этот крем обычно состоит из обычной кремовой основы и абразивных составляющих. В качестве абразива бывают размолотые скорлупа ореха, скорлупа абрикосовых косточек, мелко размолотая пемза и другие составляющие. Как правило, крем включает также и активные компоненты ухода за кожей, для того, чтобы придавать ей мягкость, улучшать ее свойства. Процесс пилинга достаточно прост и практически не имеет противопоказаний. Просто наносится крем и даже не втирается, а производится несколько движений, как бы имитирующих мытье. В целом, если производить этот процесс на теле, напоминает такой очень легкий массаж. Но пилинг может производиться не только на теле, есть пилинг и для лица. Пилинг можно производить на отдельных частях тела. То есть это очень демократичная процедура. Противопоказаний к ней почти нет. Единственное, это кожные заболевания и, наверное, наличие большого числа родинок, густо расположенных на теле, потому что раздражать родинки как бы не стоит. Крем для пилинга Крем для пилинга можно приготовить и в домашних условиях. Для этого нам понадобится обычный крем, или детский питательный, простой, или увлажняющий, которым вы постоянно пользуетесь, но желательно без особо активных элементов. И кофе. Но кофе не исходный порошок, а уже использованный порошок из кофемашины после того, как он уже прошел процесс. Вот эти вот два компонента. Сейчас мы смешаем. Кофе добавляем в крем. Пропорции строгой нет. Здесь размешиваем примерно по консистенции, которую находим для себя нужным. Чем хорош такой пилинг? Почему его можно использовать вместо стандартных, которые продаются в магазине? Порошок кофе, помимо абразивных свойств, хороших, имеет еще и свойство тонизировать нашу кожу за счет кофеина, содержащегося даже в спятых остатках кофейной гущи. Кофеин, содержащийся в кофе, проникает через кожу в более глубокие слои и стимулирующе влияет на практически все процессы, которые там происходят. Тем самым, дополнительно стимулируя омоложение кожи, стимулируя процесс эксфолиации, ну и является также в какой-то мере профилактикой целлюлита, то есть улучшением подкожного обмена наших жидкостей. Ну вот, в принципе, крем можно считать готовым, скраб. Как я уже говорил, наносить крем можно совершенно произвольно, с любых участков тела. Последовательность нанесения никакого значения не имеет, определяется сугубо вашим удобством. Поэтому и пилинг можно делать не только с помощью стороннего человека, там, допустим, близкого родственника, но и самостоятельно в ванной комнате, нанося на себя. Ну, начнем с живота и грудной клетки. Состав наносится достаточно так широкими движениями. Кстати, если нет крема под рукой, то в его качестве можно использовать и сливки, только жирные густые, и сметану. Процедура крайне проста. То есть с обычными движениями, как будто мы гладим или моем. Растираем этот крем по коже. В процессе такого воздействия маленькие частички кофе, они как бы отшелушивают отмершую кожу. Из-за этого наш состав становится немножечко гуще со временем. Самым простым распространенным движением для пилинга являются круговые или спиралевидные. Там, где ткани легко смещаются, делаем более длинные движения. Это, например, на зоне живота. Собственно, длительно втирать пилинг не нужно. Нанесли, немножко поработали на одном месте, переходим к другим участкам. Обращаю внимание, что кожа у людей на различных участках имеет различную плотность. Соответственно, и эпидермис несколько разной толщины. То есть даже на руках, с наружной стороны у нас кожа более плотная, с внутренней – более нежная. Поэтому основную работу ведем, естественно, по зоне более плотной кожи. Поэтому на руке с наружной стороны проводим неоднократно. В то время как на нежной коже внутренней стороны буквально просто наносим и оставляем как есть. Потому что кожица здесь тонкая, нежная. Лишний раз эпидермис тоненький, лишний раз его не нужно тревожить. Направление массажных движений выбирается произвольно. Поскольку здесь не ставится задач ни лечебных, ни управления движением жидкости. Поэтому все определяется просто личным удобством. Принято. Принято. На ноги можно наносить по-разному. Можно сначала с одной стороны, потом с другой, либо в положении, когда ноги согнуты, можно обрабатывать сразу передние и задние стороны. На ногах кожа плотная, поэтому можно уделить им достаточно много внимания. Движения неторопливые, плавные, старайтесь. В принципе, это большого значения не имеет, но так процедура, наверное, будет просто приятнее. Можно делать длинные движения, круговые, какие угодно. Внутренняя сторона бедер, так же, как и внутренняя сторона рук, имеет гораздо более нежную кожу, нежели внешняя и передняя стороны. Поэтому, опять-таки, там работаем аккуратненько. Наиболее интенсивно можно поработать в районе колен, где кожа плотная, по наружной стороне бедра. Ну, и, конечно, задняя сторона бедра – это проблемная зона, ухоза которой важен, особенно для женщин. Внутренняя сторона бедра, по наружной стороне бедра, по наружной стороне бедра. Бедра, по наружной стороне бедра. Бедра, по наружной стороне бедра. Такого работы ощущается очень сильно кофейный, бодрит, в общем-то, достаточно приятный и потом сохраняется кожей достаточно долго. Это еще одна причина, по которой нежелательно использовать кремы с самостоятельными сильными одушками. То есть кремы нужно брать предельно нейтральными или, как я уже говорил, сметанку или густые сливки. Единственное, что нельзя использовать сливки с сахаром. Сладкие смеси на коже хорошего эффекта не дадут. Если наносится крем, вот как я делаю сейчас, сразу на ноги и на переднюю и на заднюю стороны, то есть ноги в положении согнуты и поставлены, то желательно придерживать рукой при обработке бедер для того, чтобы просто обеспечить расслабленность, чтобы человек не напрягался, удерживая ногу против вашего давления рукой. Выполняется движение, как я еще раз говорил, неторопливо. И именно на неторопливой манере выполнения вы почувствуете, как под рукой катятся кусочки кофейных зернышек, выполняя свою работу по очистке. После нанесения крема на одну сторону, значит, мы просим перевернуться и наносим крем на другую сторону. На второй стороне, ну, в первую очередь подработаем то, что мы не доработали при выполнении обработки бедер. И также наносим крем на спинку. Как я уже говорил, эта процедура служит очень неплохим средством в профилактике целлюлита. Поэтому, как бы, второму лицу женщины уделяем повышенное внимание. Можно сделать даже несколько таких более глубоких массажных движений с тем, чтобы улучшить кровоток. Ну, основная задача, это опять-таки, как я уже говорил, наша кожа. Поэтому обрабатываем круговыми движениями. На участках с подвижной кожей, чтобы у нас не получалось вот качание, мы немножечко придерживаем. Второй рукой обрабатываем участок. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Опять-таки, на ягодичной области стараемся выполнять движения по стандартным линиям массажным. То есть, начиная от этой линии кнутри и кнаружи в эту сторону. Это просто способствует улучшению кровообращения в данной зоне. Наиболее плотная кожа находится на наружной стороне бедер, на внешней стороне и на ягодицах. Особенно желательно обращать внимание людям с сидячей работой на проекцию седалищных костей. То есть, вот эти вот местечки у некоторых женщин при длительном сидении образуются. Здесь-таки, как бы, ну не пигментные, но места с кожей несколько отличающиеся по окрасу от окружающих. Это как раз связано вот с нарушением обмена веществ. И эта процедура прекрасно убирает это неэстетичное явление. В данном случае у нас его не существует, поэтому о нем говорим только абстрактно. 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 Вот так. Нашей смесью пачкаем как белье, так и простынку, на которой лежим. Поэтому желательно использовать то, что не страшится грязи. То есть либо одноразовое белье и простынь, либо у каждой хозяйки есть вещи, которые не очень жалко. На спине наиболее плотные участки кожи идут вдоль позвоночника. Наиболее плотные, наименее подвижные. Правда, в силу плотности здесь и проблем не очень много бывает. Наиболее проблемная зона со стороны спины – это зона чуть ниже подмышек, ближе к бокам. Потому что здесь кожа в силу специфических условий может быть ослабленной. Но, как я уже говорил, бока из-за большой нежности кожи мы делаем не очень настойчиво. Буквально несколько движений. Бока из-за большой нежности. Субтитры создавал DimaTorzok Проникающий под кожу кофеин, а также запах кофе оказывает тонизирующее воздействие в целом на организм, поэтому процедура способствует также и хорошему самочувствию, бодрости, некоторому снятию усталости. В связи с тем, что у нас процесс образования новых клеток происходит с определенной скоростью и она не очень высокая, эта процедура, несмотря на всю ее привлекательность, желательно не более двух, максимум трех раз в месяц. Минимальный интервал недели между процедурами. Как я уже говорил, процедура помимо хорошего воздействия на тонус кожи, на ее упругость, в определенной мере способствует и похудению. То есть усилению распада жира, потому что, хотя и массажный эффект достаточно незначительен, но вот проникновение кофеина под кожу в значительной мере стимулирует все процессы, которые там происходят, в том числе и процесс липолиза, то есть расщепление жира. Продолжение следует... После того, как закончено нанесение крема, после того, как мы обработали всю поверхность, можно смыть. Либо в душе, либо с помощью просто горячей воды, губки, обычной водой, без мыла. Мылом пользоваться в данном случае не следует не только из гигиенических соображений, но и чтобы не менять тот кислочно-щелочной баланс в коже, который у нас получается в результате процедуры. В кофе содержится ряд веществ, которые ускоряют обмен и также ускоряют расщепление жиров. Поэтому данный состав может использоваться не только для улучшения текстуры кожи, но и для антицеллюлитных процедур. Каким образом это выполняется? Состав наносится аналогично, как и для улучшения структуры кожи, для кофейного пилинга. Единственное только, что в антицеллюлитной процедуре у нас обрабатываются исключительно проблемные зоны. То есть в данном случае мы будем обрабатывать бедра, область ягодиц и немножечко самую нижнюю часть талии. В данном случае мы должны помнить, что время работает на нас. То есть при достаточно долгом нахождении состава на коже он лучше всасывается, соответственно, лучше выполняет свою роль. Поэтому непосредственно после массажа будет еще выполняться обертывание пленочкой. Вот. Теперь какие требования у нас идут к самому массажу по данному составу? Он немножечко будет отличаться у нас от традиционного антицеллюлитного массажа. По каким причинам? Ну, так же, как и в случае с пилингом кожи, у нас состав содержит твердые частички кофе. Поэтому глубокие и длинные движения не очень рекомендуются, поскольку могут при этом частичками этого кофе травмировать нашу кожу. Поэтому основной лимфодренаж, это одна из частей антицеллюлитного массажа, выполняется мягкими движениями без длинного скольжения. То есть рука как бы переваливается в сторону направления движений от колена к верху. И при этом руки у нас как бы прогоняют жидкость под кожей в направлении. Общее направление движений таковое, это на бедре, на ягодичной части, на этом участке движения направлены внутрь, с этой стороны линии такой, движения направлены к наружной части бедра. И как бы вот прогоняем жидкость под кожей. Таким образом мы подготавливаем, осуществляем первичный лимфодренаж. Есть более энергичные приемы. Это когда мы прокатываем кулаками. И тоже выполняем этот прием мягко, но с достаточно сильным нажимом, с тем, чтобы лишняя жидкость под кожей у нас ушла по лимфовыводящим путям. На бедрах выполнение приема кулаками, это уже более силовая часть, это уже после предварительного вот такого вот лимфодренажика, мягкого. Вот я специально преувеличенно делаю амплитуду, чтобы можно было понять сущность движения. И следом можем прокатать кулаками. Естественно, при прокатывании кулаками у нас усилия прикладываемые намного выше. Подобный цикл движения выполняем от трех до десяти и более раз, в зависимости от характера тканей нашего клиента. Аналогично выполняется работа и на второй ноге. В данном случае можно сделать движение и основанием ладони, усилия добавляя сверху. И также вот внутренняя часть ягодиц выжимается к внутренней стороне с тем, чтобы жидкость ушла в паховые лимфоузлы. После того, как предварительный лимфодренаж выполнен, можно переходить к приемам, активизирующим подкожное кровообращение. Это достаточно жесткие приемы, которые выглядят как перемещение складок, а также перетирание подкожной клетчатки между руками. Приемы достаточно произвольны в этом случае. Я покажу несколько, из которых вы можете выбрать для себя те, которые более понравятся. Это вот простейшее перетирание. То есть я зацепляю складку между рукой и гребнем костяшек правой руки. И полученную складочку перетираю круговыми движениями. То есть такое вот достаточно глубинное растирание. Можно просто делать круговое интенсивное растирание и разминание тканей. Но опять-таки не делаем длинных скользящих движений, дабы не травмировать кожу. Это просто вот растирание, когда мы поверхностный слой как бы перетираем поверх мышцы. Можно забрать складочку, как я уже показывал. Другой вариант, когда складочка захватывается руками и таким вот образом выкручивается. Но в данном случае это не очень популярный прием. Именно из-за того, что образуется скольжение пальцев и риск травмирования кожи. Ну и наконец работа кулаком. На этот раз уже не выжимающая, а перетирающая. Это в основном можно делать именно на участках с крупными мышцами. То есть на ягодицах, на бедре. После того, как мы закончили разогрев обрабатываемого по поверхности, мы производим обертывание. Для чего нужно обертывание? Для того, чтобы наш состав находился еще какое-то время на коже в условиях, скажем так, повышенного прогрева, более высокой температуры, чем обычно. Это будет способствовать усилению всасывания активных веществ из нашего состава в кожу и, соответственно, повышению эффективности процедуры в целом. Для обертывания используется обычная пленка пищевая. Она достаточно удобна. Обертываем просто, наматывая... Круговыми движениями. Аналогично обертываем всю проблемную зону, и у нас получается такой некий кокон из пленки. После того, как мы обернули проблемные зоны, накрываем каким-то покрывалом или простыночкой для сохранения тепла и даем полежать порядка 15-20 минут. После чего в душе смываем состав, и на этом, в общем-то, процедура антицеллюлитного обертывания заканчивается. Пилинг с использованием кофе можно делать и в условиях бани, а также в ванной. Для этого нужно смешать кофейную гущу с мыльным раствором или взбить пену, и при помощи губки или мочалки произвести сам процесс пилинга. Процесс, конечно, это будет гораздо более короткий, чем по крему. Соответственно, увлажнение такого жирового не будет непосредственно после, но в этом случае будет неплохая очистка, потому что кожа после банной процедуры более распаренная, более размягченная, и поэтому очищение происходит более глубоко. Но нужно соблюдать осторожность, чтобы не передозировать, не вызвать раздражение кожи. И после проведения пилинга по распаренной коже в условиях бани, нужно использовать обычный крем или привычный какой-то лосьон для тела для увлажнения кожи. Еще какие варианты могут быть пилинга в домашних условиях? Для смягчения действия можно добавлять в наш крем, в нашу смесь различные виды муки, например, перемолотые овсяные хлопья. Это создает питательный эффект для кожи и способствует более нежному воздействию. Пилинг на основе кофейной гущи может выполняться не только на теле, но и на лице. Для выполнения пилинга на лице надо стараться выбирать как можно более перемолотый кофе, чтобы не было очень грубых частиц, раздражающих кожу. Делается смесь в основном на креме или на сливках. На меду, естественно, смесь неуместна для лица. Далее делается по технологии, близкой к той, которой мы производили на теле. С той только разницей, что на лице у нас кожа гораздо более тонкая, более подвижная, что учитывается в технологии массажа. Основной массаж лица делается по стандартным линиям массажным. Эти линии проходят, если базово дать значение, как будто вот от средней линии лица и по направлению к скулею, к ушам. То есть все линии идут по дугам, по направлению к уху, от носа и сюда. Каким образом мы производим массажные движения? Используются круговые движения, используются такие вот растягивающие поглаживания. И для участков особо подвижной кожи, например, на щеках, можно немножечко придерживать и делать такие вот коротенькие, небольшие движения пальцами. Какие меры предосторожности? Под глазом, вот участок нижнего века, кожа очень тонкая, и пилингу подвергаться она не может. Поэтому этот участок мы обходим стороной. В остальных местах наибольшее внимание нужно уделять тонизации щек, потому что у нас это место наиболее подвержено расслаблению мышц. В данном случае у нас кофе тонизирует не только обменные процессы в коже и тем самым ее омолаживает, но и способствует тонусу мышц. То есть омоложение лица идет как бы по двум линиям. После того, как мы произвели пилинг на лице, очень хорошо произвести легкую такую холодящую процедуру. Это можно сделать либо кусочком льда, либо ложкой смоченной в холодной воде. То есть движение делается как бы по тем же самым линиям, но достаточно быстро. Дополнительный холодок еще более подтягивает кожу и, соответственно, создает эффект тонизации. На кухне порой можно найти достаточно много средств для поддержания нашей красоты. И это не низкопрофессиональные и слабоэффективные средства. Даже в профессиональных салонах можно встретить маски из натуральных продуктов, в том числе и тот кофейный пилинг, с которым вы сегодня познакомились. Всего вам доброго! Успехов! Субтитры создавал DimaTorzok